Добрый день, дорогие друзья! Я присоединяюсь ко всем прозвучавшим поздравлениям и сразу хочу сказать, что я не причастен к идее омрачать праздник лекциями вице-премьеров. Но раз уж так случилось, вам придется меня какое-то время потерпеть, тем более, что я пришел к вам не с готовыми ответами, а с вопросами, и я рассчитываю на ваше партнерство в ближайшие годы и десятилетия в поиске ответов на эти вопросы. А если говорить серьезно, конечно, для меня это и радость, и большая честь. Лекция носит имя Егора Тимуровича Гайдара. Я слушал его последнее публичное выступление, прижизненное в клубе АГИ, ныне уже несуществующем. И воспринимаю это как некоторую очень важную для меня эстафету. Что же такое цифровая трансформация? Я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос, может быть, даже лучше. Я сейчас предложу некий свой подход, потому что, как и компании, многие компании, которые госпожа проректор перечислила в своем вступительном слове, как престижные места работы выпускников являются цифровыми по рождению. Многие компании приобрели эти свойства, где уже невозможно понять, компания цифровая или она энергетическая. Российский пример – это, например, «Газпромнефть», один из наших лидеров в диджитализации, в коренной перестройке сути процессов на основе данных. Легче потому, что есть и люди цифровые по рождению, которые нативно обладают цифровыми навыками. Вы все знаете, когда маленькие совсем дети, не умеющие говорить, уже свайповые движения осваивают, и дается им это очень легко, и они обладевают этими навыками, может быть, даже некоторые раньше, чем учатся ходить. Точно так же у меня, например, с цифровым интерфейсом, я человек экрана и клавиатуры, и, например, мир голосовых помощников для меня совершенно чужд. А для кого-то, особенно для детей, подростков, это абсолютно естественный мир, общение с искусственным интеллектом, с миром распознавания речи, образов. И, тем не менее, я сделаю несколько гипотез, рискну предположить, что такое цифровая трансформация. С моей точки зрения, цифровая трансформация происходит там и тогда, где и когда потоки данных меняют поведение людей, бизнес-модели и приводят к перемещению стоимости. Ну, вот у меня на руке, как и, наверное, почти теперь у каждого, фитнес-трекер. Он в том числе считает мои шаги. Если данные о моих шагах позволяют кастомизировать мою медицинскую страховку, государство покупает у меня эти самые шаги, уменьшая моему работодателю платеж за, за страховой платеж, за мое медицинское обеспечение, побуждая меня руками работодателя больше изменять свое поведение в сторону здорового образа жизни и потом давая мне бонусы в виде бесплатного посещения спортивного зала дополнительно к моим шагам, это цифровая трансформация. Потому что ни сбор, ни передача таких данных 8 лет назад были невозможны. Айфону 12 лет. Я сейчас об этом скажу. Мы продаем огромное количество самых разных устройств. Одни из самых популярных устройств, конечно, мобильные устройства, телекоммуникационные, на основе которых также собираются данные. Компания Яндекс предоставляет правительству данные из своих навигационных сервисов. Для чего? Мы можем сравнить ночную и дневную скорость передвижения по автодорогам. Если автомобиль в период пробок едет медленно, это, к сожалению, нормально, мы часто с этим сталкиваемся. Но если он по этой же самой дороге едет медленно ночью, что это значит? Это значит, что дорожное покрытие находится, наверное, с той или иной степенью вероятности в ужасном состоянии. И точно так же, как мы отдаем компании Яндекс данные или другим навигационным сервисам данные о расположении камер фото-видео фиксации, для того, чтобы изменить поведение водителя, сделать его более осознанным, предсказуемым, места концентрации дорожно-транспортных происшествий, чтобы работала система предупреждения. Это тоже цифровая экономика. А данные, которые нам отдаёт компания Яндекс, позволяют нам сравнить планы региональных чиновников по ремонту дорог и сказать, они вообще там их ремонтируют или не там. Но это несколько идеальный мир, который я описал. Я думаю, что нам поведение чиновников менять довольно тяжело. Тем не менее, есть три фактора, которые привели к созданию этого нового мира. Первый фактор – это колоссальное снижение стоимости вычислительных мощностей. Нынешний ноутбук очень хорошей комплектации стоит примерно в 12 раз дешевле, чем первая модель Мака. Второй фактор – это новая мобильность, это скорость передачи данных и возможности по передаче данных. Это стало одним из условий роста глобальной подключенности. Сейчас более 50% населения мира, в 2018 году мы перешагнули эту границу, более 50% населения мира пользуется интернетом. Таких пользователей всего 8 лет назад было меньше 30%. И это касается не только людей. Через 3-4 года на каждого жителя Земли будет приходиться около 19 автономных устройств, умных вещей. Это мир миллиардов устройств, с которыми надо будет каким-то образом управляться. И, конечно, это радикальное снижение стоимости передачи данных, которое повлекло рост мобильности. У нас в стране 69, но теперь уже, наверное, больше, по данным прошлого года, 69 пользователей интернета – это пользователи мобильных устройств. То есть фикса, то, что мы называем фиксой, фиксированные подключения практически исчезают. Никто из нас уже проводными соединениями в быту не пользуется. Подчеркну, что все эти революционные изменения произошли на наших глазах буквально за последние 10-15 лет. Как я уже говорил, 12 лет назад был представлен первый айфон. Теперь, собственно говоря, такая гигантская страна, как Индия, вообще не использует никаких форм-факторов для идентификации людей. Они перешли к полной биометрии. Хвосты, уши. Вот мой паспорт, как в том мультфильме. Это колоссальный технологический прорыв, который был невозможен, и он требует действительно прорывных технологических решений, прорывных решений в сфере государственного управления. Хотя 10 лет назад мы все смотрели на Эстонию с карточкой, с чипом, которая вела первые электронные паспорта, и это был тоже колоссальный прорыв. 20 лет назад в Китае условием, прописанным в законе получения работы кассира, было умение пользоваться счетами в стране, которая бросила технологический вызов сегодня глобальному экономическому гегемону, и успешно этот вызов реализует. Я хочу сказать, что Россия довольно успешно выглядит на глобальной цифровой карте. У нас хорошая цифровая инфраструктура, и каждый, кто посещает другие страны, да не обидится на меня, представители здесь присутствующих других стран, может это подтвердить. У нас стоимость, например, гигабайта мобильных данных в 9 раз ниже, чем в Японии, в 14 раз ниже в США и в 17 раз ниже, чем в Южной Корее, при том, что у нас хорошая, устойчивая, насколько это возможно, индустрия мобильных данных. Мы занимаем седьмое место в мире по степени вовлеченности социальных людей в цифровую повестку. У нас 80% населения пользуются интернетом каждый день, у нас подключено 75% хозяйств, и в течение ближайших четырёх лет мы эту работу завершим, доведя подключенность практически до стопроцентного уровня, так, чтобы каждое домохозяйство имело подключение к… имело широкополосный доступ. Мы занимаем четвёртое место в мире по числу пользователей смартфонов, и у нас пользуются огромной популярностью государственные сервисы цифровые. 90 миллионов пользователей на ЕПГУ мы имеем уже сейчас, 2,5 миллиарда транзакций у нас прошло в прошлом году. Это взрывный рост, при том, что у меня лично к ЕПГУ огромные вопросы, и мне кажется, мы в самом начале этого цифрового пути, но уже сейчас это самый посещаемый государственный сайт мира. Я уже не говорю, возвращаясь опять же к вступлению, что мы гордимся нашими цифровыми платформами и сервисами финтехи, самый большой в мире банк без единого отделения, не буду его называть, все его знают, жёлтенький такой, это в России. Мы одна из трёх стран мира, которые обладают полным циклом технологии беспилотного транспорта. У нас есть свои поисковые сети, своя поисковая машина, и поверьте, очень немного стран в мире, которые этим обладают, и я очень надеюсь, что нашими с вами общими усилиями мы это достояние не растеряем. Поэтому изменения происходят в бизнес-среде, в государстве, и, конечно, это очень влияет на личность, на социальные связи и на ценности в мире. О богатстве и бизнесе. Понятно, что доминирование платформенной модели очень сильно сдвинуло стоимость от индустриальных секторов к цифре. Цифровые компании, не имея практически реальных активов, по капитализации обогнали ведущих индустриальных гигантов и финансовый сектор. Это тоже произошло за последние буквально 10 лет. Из 10 лидеров по капитализации цифровые и высокотехнологичные компании составляют прочную семёрку. В структуре совокупной стоимости вот всей этой десятки капитализация цифровых компаний составляет три четверти. Достаточно сказать, что Apple – это первая компания, она цифровая, естественно, перешагнула порог в 1 триллион долларов США в прошлом году. За 12 лет увеличила капитализацию, вот какой рейсинг, в 17 раз и поднялась со 116 места. И она сейчас обгоняет по капитализации, сейчас они стоят чуть меньше, чем триллион, но превышают капитализацию China Petroleum, BP, Total и ExxonMobil. И у нас схожие тенденции. Яндекс стоит дороже, чем, например, со всей её недвижимостью и сетями, чем X5 Retail Group. И составляет уже на сегодня 1 пятую капитализации Газпрома. И, конечно, задача развития цифровых технологий, создания своих цифровых компаний и лидеров и сохранения действующих – это одна из крайне важных задач. Конечно, цифровые технологии определяют и глобальный порядок. И здесь очень тревожные тенденции, потому что очень важно, как мир ответит на смену, или, по крайней мере, не смену гегемона, а, по крайней мере, смену модели гегемонии. Потому что, конечно, на смену такому ярко выраженному однополюсному доминированию технологическому и финансовому Соединённых Штатов Америки приходит новая модель. И эта перестройка довольно носит тревожный характер с точки зрения реакции американских властей на эти явления. Мы только что видели, как одну из ведущих компаний в мире в ходе проведения боевых операций торговой войны пытались отключить из ведущих лицензионных объединений ключевых технологий. Тем не менее, если половина всех компаний, 156 из 356 компаний-единорогов, которые пересекли из стартапа в планку в миллиард долларов, родом из США, каждый третий единорог уже из Китая, 94 из 326. И, конечно, очень тревожно и очень разные существуют воззрения, как эта система будет развиваться, потому что совершенно очевидно, что обладание технологиями – это не новость, по-прежнему выступает инструментом политического воздействия. И успех Huawei для одних это явление радостное, для других это действительно вызов, на который надо будет искать ответ. Для нас, прежде всего, это новая система риск-менеджмента, формирование новой системы взгляда на нашу российскую повестку, на возможности технологического влияния и на важность обладания ключевыми технологиями в стране, начиная от владения интеллектуальной собственностью и заканчивая электронно-компонентной базой и соответствующей инфраструктурой передачи данных. Я к тому, что вот этот такой вот очень оптимистичный взгляд на то, что ценности открытости, свободы интеллектуальных обменов, открытых режимов, миграции людей, знаний будет не требовать никаких усилий и никаких гарантий, вот этот взгляд умер, от него надо отказаться, потому что эти ценности требуют поддержки, требуют инвестиций, и их безопасность, очевидно, находится под угрозой. Она очень важна для технологического развития. Конечно, цифровизация – это акселератор экономических процессов, мир меняется быстрее, чем раньше, и новые продукты доходят до потребителей за несколько месяцев после выхода на рынок. Вот тоже интересные данные, все помнят моду на вот это Pokemon Go, я никогда в это не играл, но вот за 19 дней продукт, которым никто не пользовался, набрал 50 миллионов пользователей во всем мире. Напомню, что 50 миллионов автомобилей приобрело своих пользователей через 62 года, телефонов через 50 лет, банковские карты нашли 50 миллионов потребителей, казалось бы, через 28 лет. На этом фоне 19 дней – это просто вот миг. А обратный процесс – это сокращение жизни компаний. Это тоже огромный вызов, потому что если раньше компании жили 60, 70, 80 лет, то теперь средний возраст жизни крупных компаний – это 18 лет. Из 500 компаний Standard & Poor's 500 только 86 остаются в списке на протяжении 50 лет. Ниша – и технологическая, и экономико-политическая. Конечно, ниша российская. Понятно, что в борьбе за привлечение на потребительские платформы конкурировать довольно сложно, потому что Китай берет численностью потребителей и производственной мощью, Соединенные Штаты доступом, возможностями технологическими. Нам сложно доминировать с Facebook и Google, которые собирают данные о людях. Тем не менее, наша повестка возможная – это, безусловно, промышленные технологии и бесконечные возможности интернета вещей и быстрая оцифровка отраслей. Вот Pricewaterhouse оценивает эффекты до 2,8 триллионов долларов к 2025 году от внедрения интернета вещей в промышленность. Это колоссальный экономический эффект. Существуют ли готовые рецепты здесь? Сразу хочу сказать, что вот такая фронтовая, фасадная, неосмысленная цифровизация совершенно очевидно не работает. Простое внедрение технологии и назначение цифровых менеджеров, цифровых офицеров не приведет к быстрым успехам, потому что это, конечно, прежде всего, и вот я хочу тут своим опытом поделиться и сказать, что это, конечно, не про программный код и не про аппаратно-вычислительные мощности, не про процессную базу. Цифровая трансформация – это прежде всего про людей, про изменение бизнес-процессов, навыков и способов жизни в цифровом мире. Вот возьмем такую компанию, как GE. И, казалось бы, одна из первых шесть лет назад, если мне память не изменяет, мы все читали, стратегию цифровой трансформации – это не придало компании устойчивости. В прошлом году она была на грани банкротства. Акции компании за год обвалились на 44%. В то же время появились и новые лидеры. И, например, китайская компания «Тангаз», она вообще, являясь по сути газораспределительной сетью, перестроила модель так, что невозможно понять, она, в общем, про энергетику или про платформенные сервисы для своих потребителей, потому что она на свою платформу навесила все, что только можно, если так вот простым языком говорить. И когда Гермоноскович Греф, очень уважаемый мой товарищ, партнер и руководитель, в прошлом говорит, что экосистема Сбера – это уже не банк, то, с моей точки зрения, это абсолютно очевидная логика развития, потому что если ты этого не осознал, ты уже труп в экономическом смысле, и шансов уже нет. Это касается абсолютно всех компаний, не только телекоммуникационных гигантов, нашей большой телекоммуникационной четверки, это касается банковского сектора, логистики, и это касается, конечно, и образования, и здравоохранения, и промышленности. И в России есть такие примеры, лидеры, помимо, например, «Газпромнефти», это «Трансмашхолдинг» в транспортном машиностроении, активно занимаются российские железные дороги цифровой повесткой. Без сомнения, «Росатом» – один из лидеров BIM-технологии в строительстве, изменения собственной природы, взаимодействия с заказчиком в ходе реализации крупных проектов. Конечно, такой объем деятельности породила абсолютно новую модальность власти. Мы не знаем, что такое цифровые платформы, потому что идут споры, это благо или зло. Мы с вами точно понимаем, что это абсолютно новый вид доминирования, абсолютно новый вид сетевой власти, поэтому один из ключевых вызовов, один из ключевых вопросов – что с этим делать? Ну, например, что нам ценнее? И мы с ректором обсуждали перед лекцией, это один из вопросов, на которых нет ответа. Что нам ценнее? Классическое признание экономических прав владельцев цифровой платформы по обладанию данными или открытие этих данных для технологических стартапов, которые могут выдавать новые рыночные сервисы на основе этих данных? Крупные компании говорят, простите, мы для того, чтобы это построить, инвестировали миллиарды долларов, как это мы так просто отдадим? А технологические компании говорят, без этого не будет ни роста, ни прорыва, и кроме того, вы нам запретите, а тогда вы зарубежные. Вот в России мы это отрегулируем, а в зарубежном законодательстве этого регуляторика не будет, тогда ваши данные будет забирать кто-то другой. Это очень сложный вопрос, я уж не говорю в такие тонкие материи, как антимонопольное регулирование, где вы там за годы учебы прокачались очень хорошо. Я знаю, что огромные публикации есть ваших выпускников, это вообще антитраст, это отдельная большая индустрия. Вот цифровой антитраст – это очень чувствительная тема, и сегодня она тема номер один в мире, потому что вы знаете сейчас позицию американских властей по поводу штрафов, которые, например, французские власти накладывают на цифровые платформы. Еще один большой вызов вот этой диспропорции между гигантским размером, вселенским, общемировым размером цифровых платформ и нежными процессами выращивания новых технологий – это, конечно, судьба стартапов, потому что цифровые монополии, с одной стороны, крайне агрессивно скупают стартапы, Google за 14 лет купила более 200 стартапов, часть из которых получила свою жизнь. Достаточно назвать, например, всем нам понятную платформу Android, это тоже не было частью Alphabet когда-то, а сейчас это 80% всех смартфонов в мире, но очень часто за таким поглощением, помимо мотивации выращивать компании для этой продажи, существует и обратная сторона, потому что очень многие называют все эти компании, включая и российских лидеров, кладбищем стартапов, потому что как новые технологии соотносятся с корпоративной культурой гигантских компаний, это тоже большой вызов. Одно можно сказать, старая антимонопольная политика и старое регулирование не работает, где найти новое, это очень большой вопрос. Конечно, новой цифровой эпохе нужно и новое цифровое государство, я немножко об этом сказал, граждане нуждаются в абсолютно новых решениях и не хотят никуда ходить, даже во многофункциональный центр, они хотят получать госуслуги в проактивном режиме, бесшовно, не ощущая разницы, где заканчивается государство и начинается бизнес, и делая все это, не вставая с дивана. Мы посчитали, что для поступления в ВУЗ, тема, к которой мы сегодня в некоторой смысле причастны, в среднем человеку требуется 7 полноценных рабочих дней по затратам. То есть у нас поступает примерно миллион абитуриентов, мы теряем 7 миллионов рабочих дней ежегодно на всю эту компанию подачи заявлений, хотя алгоритмически эта задачка довольно простая, если весь этот процесс оцифровать. Мы очень надеемся, что у нас с 2021 года, с компанией 2020 года этот сервис в пилотном режиме, а с 2021 года полностью заработает. Это один из примеров, потому что есть жизненная ситуация рождения ребенка, покупка автомобиля, где такое взаимодействие государства при совершении всех этих бюрократических действий должно совершаться бесшовно. Это позволит государству накапливать данные в ходе предоставления этих услуг, и это тоже огромный вызов, потому что это вопрос доверия людей к тем, кто собирает данные. И это, конечно, огромные возможности. Но так или иначе, становление государства как сервисной платформы, цифровой сервисной платформы, это неизбежный путь. У этого есть ведь еще одна сторона, это привлечение талантов. Эстония реализует программу цифрового резидентства. Вы можете, не пересекая границы Эстонии, учредить предприятия, получить разного рода государственные услуги, не будучи гражданами. Это не предоставление гражданства, это даже не вид на жительство и не возможность для тех, кто не является гражданином государства Шенгенской зоны, пересечь государственную границу Эстонии. Это возможность, собственно, существовать в неком виртуальном таком эстонском правовом поле. И они намерены привлечь более 20 тысяч ученых и специалистов путем предоставления этих сервисов. И, конечно, для государства это огромный вызов, потому что надо оставаться привлекательным для того, чтобы привлекать таланты со всего мира. Еще один большой вопрос – это, конечно, вопрос измерений. Он уже может быть совсем научный, но для государственного управления, если касаться государственной проблематики, это тоже очень большой вызов. Как измерить цифровизацию? Понятно, что очень зрелая экономика демонстрирует скромные темпы роста, но внутри этой машины находится ряд очень важных вопросов. Простой пример – цена мобильных телефонов или цена гигабайта передачи данных может подешеветь в разы. Но нам необходимо измерить сервисную стоимость этого процесса. Платформа удешевляет услуги такси, и в номинале объем выпуска падает. Может падать в результате снижения доходных источников, компонент добавленной стоимости, может падать вообще измеримый ВВП. Но в общем, это, наверное, создание какой-то новой стоимости, которую придется измерять. Вот очень много умов над этим работают. Я хочу сказать, что мы сейчас избрали стратегию в части измерения цифровой информации полагаться на живые потоки данных, на живые индикаторы. Это либо финансовые, торговые транзакции, вовлеченность людей в цифровой мир, объемы разных сервисов, цифровой электронной торговли. Но стандартные экономические измерители, тем более агрегаты, они никуда не делись. И вот что с ними делать в цифровом и технологическом мире, как их измерять, это тоже большой научный вызов. И в поиске ответа на него, наверное, те, кто изберут, тем более исследовательскую карьеру, я надеюсь, мы сможем на это полагаться. Как регистрировать эти качественные изменения? Ну и, конечно, поскольку я уже, очевидно, перебрал по времени, я, наверное, не буду говорить о том, что цифровизация – это еще и колоссальный социальный вызов, это колоссальный политический вызов, потому что меняются модели власти. Почему все сильные люди мира так озабочены стабильностью властного положения? Ну, совершенно понятно, почему. И почему цифровая повестка так привлекает их внимание? Потому что несколько тысяч лет цивилизации власть суверена была основана на возможности контролировать физические вещи, тела людей и предметы, их перемещение через границу. Закрыл границу, поставил войско, и ты можешь это контролировать. Это устойчивая модель. Она работала, теперь эта модель не работает, потому что технологическая власть и технологии, они по определению трансграничны. Что такое локализация данных? Мы должны либо выкинуть на помойку облачные технологии, либо должны признать, мы не можем контролировать и знать, где физически эти данные хранятся, потому что само использование этих технологий предполагает некоторое незнание об этом. Это удешевляет любую индустрию, производит революцию в мобильности, в доступе к этим данным, но оно порождает политический вызов, потому что вы уже не только умы не можете контролировать, вы не можете контролировать ключевые экономические активы. Они перемещаются сами по себе, они создают стоимость сами по себе в других резидентствах, в других юрисдикциях, или вообще непонятно где, как их облагать по-новому, как их регулировать по-новому. И, конечно, для политиков и государства это огромный вызов. Но на чем бы я хотел закончить? На том, что несмотря на такие стремительные изменения, несмотря на то, что вам, научной и деловой элите 21 века, как минимум каждую пятилетку, а может быть и чаще придется подтверждать знания этой элиты, все очень быстро меняется, и факт получения даже такого роскошного диплома, роскошного образования, это не гарантия успеха навсегда, потому что все быстро меняется. Слава Богу, в этом мире есть вещи, которые остаются для нас ценностями. Настоящими ценностями это достоинство, солидарность, дружба, верность студенческой традиции, благодарность преподавателям, ну и, в конце концов, роскошь человеческого общения. Даже в цифровом динамичном мире находится место дружбе, любви, достоинству, семье. Все это тоже подвержено изменениям, но, тем не менее, человек остается человеком. Я вам искренне желаю, чтобы эти ценности не только вами разделялись, и вы им следовали, я вам искренне желаю, чтобы все люди, которых вы будете встречать в своей жизни, были хорошими, добрыми, отзывчивыми, и тоже эти ценности разделяли. В любом случае, даже в цифровом мире все зависит от нас с вами. Я еще раз хочу сказать, что я очень горд был здесь сегодня находиться, разделить с вами радость этого праздника, разделить гордость за страну, где есть такие умные и красивые люди. Я вас искренне поздравляю. В добрый час. Спасибо. 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 Спасибо.